Всем привет! Меня зовут Женя. Очень рада, что вы смотрите это видео. Я сегодня снимаю без микрофона впервые за долгое время, потому что все три мои микрофона сломались. И я теперь не знаю, что делать, либо так, либо так снимать. И вообще давно я хотела у вас спросить, как вам звук без микрофона? Вы можете сравнить мое предыдущее видео, где болтологического такого характера, где я просто сижу. Напишите, как лучше, вам со стороны виднее, я вам доверяю. Сегодняшнее видео будет очень вкусное, полезное. Я вам говорила в предыдущем влоге, что давно не снимала видео о заказах сайта iHerb. Я уже год оттуда кушаю, питаюсь, заказываю разные продукты, кремы, зубные пасты, ополаскиватели для рта, в общем, много-много всего. И ничего вам не показываю, потому что руки не доходят. Первое, что я хочу вам показать, это мелатонин. Естественный гормон сна, который вырабатывается у вас во время сна. Разница во времени, перелеты, перевозбуждение какое-то, проекты. И я бывает по ночам вообще не могу уснуть. Бывает такое, что когда я засыпаюсь, то посреди ночи я просто просыпаюсь и дальше не могу уснуть. Это кошмар. Что я только не пробовала, ничего не помогало. И тут подружка мне сказала, Женя, что ты не закажешь себе сайхиорба мелатонин. Очень классная штучка, никакой химии, все натуральненько. Самое главное, выпить одну таблетку за 15-20 минут до сна. То есть вы должны уже быть с почищенными зубами, приведенная в порядок, умытая, в пижамке. Выпиваете таблетку и прыгаете в кроватку. За эти 20 минут вы не должны смотреть телефон, вы не должны лазить в интернете, читать книги. Вы не должны ничего делать. Вы должны просто лежать с закрытыми глазами и пытаться уснуть. И вы засыпаетесь. И ваш сон действительно всю ночь качественный. На утро вы просыпаетесь очень выспавшимся человеком. Либо в самолете даже многие пьют. Вообще запомните мелатонин. Есть 5 миллиграмм, у меня 10 миллиграмм. И мне хорошо. Биоактивная серебряная вода для иммунитета. Если вовремя поймать ребенка, когда вы увидите, что она пришла в садик, или она проснулась и какая-то такая немножко вяленькая. Если вовремя поймать и дать попить этой воды, болезнь быстрее проходит, либо вообще не цепляет. Я очень люблю авокадо. И все, что связано с авокадо, я люблю его в любых интерпретациях. Будь то от фреша до салата, до бургера. Готово есть его днями и ночами. Очень полезный фрукт. И советую вам тоже очень часто его употреблять. Жиры очень полезные. И тут, когда я увидела на iHerb масло 100% из авокадо, подумала, что вот тут находка. Устала уже от оливкового масла, так как часто заправляю салат оливковым маслом. Одно и то же, да, это хорошо, но одно и то же. Решила попробовать масло из авокадо, без каких-либо посторонних ароматов. Салат как салат, масло как масло. Но вот авокадо. Очень давно хотела показать вам классную штуку. Вот эту, просто обожаю ее. И все лето пропользовалась. И сейчас продолжаю пользоваться, потому что до сих пор сезон фруктов и овощей. Это мой must-have палка, выручалка, палка, как-то звучит странно. Это спрей для мытья овощей и фруктов. Он полностью на кислотах, именно органических кислотах. Это может быть сок лимона или там еще какой-нибудь сок. В общем, никакой химии здесь нет. Я беру овощи, например, огурцы, помидоры, наношу на них эту кислоту, как я называю. В общем, это кислота в виде спрея, очень удобно наносить. Есть, кстати, сменные тут баллоны, вы можете заказывать и разные фирмы. Но мне нравится именно эта фирма, не знаю, привыкла к ней. И затем 20-30 секунд я просто промываю руками. Она как бы, знаете, пенится немного. И самое классное, после того, когда вы промоете водой ваши фрукты и овощи, они аж скрипят. Настолько они чистые, без какого-либо запаха химозного, ничего такого не присутствует. Супер штука. Мамочки, хозяюшки, если вы дома кушаете яблочки, овощи, фрукты, советую, советую. Очень люблю это масло. Я где-то показывала его в своих видео. И это масло топленое из козьего молока. Оно там 100% натуральное, органическое и бла-бла-бла, как они любят на сайте iHerb. Все такое мимишное, вкусняшное. То есть ешь и ничего с тобой не случится. У него потрясающий аромат топленого сливочного масла. Вы знаете, как у бабушки в деревне, как домашнее масло. Я очень люблю после Франции жарить практически все на сливочном масле. Ну, практически все. И у сливочного масла есть небольшая проблема. Оно чернеет. А вот это масло не чернеет. И особенно мне нравится жарить омлет по утрам дочки. Она любит омлет по утрам. И на масле, когда я делаю на таком топленом, сливочном, такой аромат. И омлет получается просто великолепный. Если добавить в кашу, эффект такой же. В общем, это масло мое любимое. Здесь капелюсечка осталась. Очень большой объем. И вкуснятина. Правда, оно не соленое, не сладкое. Оно просто с запахом невероятно. Это уже моя третья или четвертая пачка жвачек. Мы перепробовали много разных жвачек на сайте. Именно с корицей. Это только для тех, кто любит корицу. Потому что здесь невероятная корица. Даже у многих щипет язык поначалу. У меня ничего не щипет. У бога тоже ничего не щипет. И самый прикол в том, что в этой жвачке ксилитол. Она на ксилитоле. Полезные, вкусные, с корицей. А эти жвачки долго сохраняют вкус. И знаете, такие мягенькие, хорошие, не твердеют. Именно вот эта фирма нам очень понравилась. Потому что мы брали до этого другие. Они были невкусные. Давно-давно я хотела вам показать этот яблочный уксус. Он действительно офигенский. Про него столько хороших отзывов. Он 100% натуральный. И сделан, видимо, по всем стандартам качества. Потому что здесь есть и осадок, как полагается в уксусе. И состав здесь полностью натуральный, без 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 ничего. Тоже я много чего читала про него. Куда его можно? Им даже можно волосы полоскать. Говорят, эффект потрясающий. Ну, именно если разбавлять с водой. А также, если разбавлять с водой, можно использовать как тоник для лица утром и вечером. И тоже результаты потрясающие. Потрясающие девчонки пишут, что отказались от всех лосьонов, от всех тоников. Но я не пробовала ни того, ни другого. Знаете, что я делаю? Я просто спью по утрам с водой натощак. Я беру чайную ложку этого уксуса и выливаю в стакан с водой. Просто в стакан с водой, обычной, негазированной. И выпиваю натощак. Во-первых, у меня есть такая мулька, что если я пью просто пресную воду без ничего, по утрам меня тошнит, и я не могу ее пить. И когда я начинаю глотать, меня тупо тошнит. И я не могу из-за этого выпить воду нормально с утра натощак. Это какая-то моя проблема. Когда я добавляю чайную ложечку уксуса яблочного, просто вода становится кисленькой немножко, и я ее пью с таким удовольствием. Мне кажется, что как будто бы мне именно этого не хватает в организме. Я чувствую какой-то прилив сил. Я чувствую какое-то очищение в своем желудке после, знаете, скоплений каких-то ночных. Я не знаю, что там скапливается за ночь в моем желудке, но ничего хорошего. И когда я выпиваю от стакана кисленькой водички, мне становится очень хорошо. Мой желудок вообще ни разу не заболел. Как бы многие, видимо, это какие-то предрассудки с детства, что кислое нельзя пить. Особенно на голодный желудок. Но я не слишком кислая. Говорю, чайная ложка это буквально едва. Но если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, желудком, я думаю, лучше не рисковать, проконсультироваться с врачом. Но мне идеально подходит. Еще я слышала, что такой метод, он способствует похудению, очищению организма и так далее. В общем, я пью очень давно этот уксус. И, конечно, я делаю перерывы. Это не каждое утро происходит. Иногда я вообще забываю, но очень часто я стараюсь это делать. А вот и сам сахар ксилитол. Очень-очень вкусный. Если вы ищете заменитель сахара, который без каких-либо привкусов тошнотворных. Знаете, когда вы там даже ту же стевию покупаете, вот этот привкус сахара, заменителя, я добавляю его в чай, кофе, в репчку. Если вам надо посыпать сверху на ягодки, там очень вкусно. Обыкновенный сахар. Правда, его нужно немножко больше, чем обычного сахара. Но это логично. Зато он очень вкусный, без каких-то вкусов, запахов. Если его просто на язык покласть, попробовать, он немножко холодит. Ну, вот прям совсем чуть-чуть такой лёгкий-лёгкий холодочек. Ну, это вообще, я думаю, не страшно. Что касается сары, я даю ей периодически витамины различные тоже сахерп. И здесь вот в этих витаминах есть омега-3, D-H-I. В общем, омега-3 обычно, ну, как бы в рыбе в жире, в каком-либо жире. Да, и какие-то вот эти детские ампулы, они всегда невкусные. Всё равно есть какой-то привкус. Дети не могут проглотить. И когда раскусывают ампулу, жир вытекает. В общем, дети потом не хотят есть, капризничают. Эти желейные конфетки сделаны из желатина вегетарианского. И в составе здесь есть вот этот D-H-I омега-3. И сар их ест с удовольствием. Как обычные желейные конфеты. Три мои любимые специи. Без них никуда. Обыкновенный молотый чеснок. Здесь большая баночка. Мне очень нравится эта фирма. У них стеклянные банки в большом объёме. Очень удобные, красивые. И всегда такое разнообразие разных специй. Просто аж душа радуется. Бывает такое, что дома заканчивается чеснок. Либо у вас нет времени его чистить и измельчать. Но вам нужно срочно добавить во что-то, то, что готовится у вас, зажарится. Ну, я так обычно делаю. И вот под рукой у меня всегда вот этот молотый чеснок. Он спасает. Он придает реально вкус, аромат. Как настоящий чеснок. Вкусный, хороший чеснок. Обожаю эту специю. Она у меня постоянно на кухне, постоянно заказываю. Дальше у меня здесь паприка закончилась. Видите? Пустая банка. Я ей не выбрасываю. Хотела вам показать. Кстати, я вам уже показывала и не раз. Это копчёная паприка. То есть такая с дымком паприка. Без соли, без каких-либо специй, без вкуса. Но за таким ароматом. Она красненького, такого цвета. И вот в мясо, в яичницу даже. Она придает потрясающий такой скопчёный вкус. И сейчас время корицы, холода. Осень. Чай с корицей, кофе с корицей. Разные напитки. Тёплые, согревающие душу с корицей. И это классная корица. Та же фирма. Очень-очень мелкий помол. И аромат классный. Она 100% натуральная. И много её здесь. Столько много, что вам хватит надолго. Вот. Ещё тоже очень много здесь кленового сиропа у меня. Я его заказала давно. Добавляю в выпечку. Добавляю в блинчики. Добавляю на блинчики. Добавляю в чай иногда. Куда я только не добавляю. Творожок на творожок поливаю. Кашка, овсяная на кашку. В общем, вместо мёда, вместо варенья. Кленовый сироп. Полезный. Мало калорий. В общем, классная штука. Ещё плюс он у меня какой-то особенный. Какой-то great bee. Он дороже и, типа, лучше. Какой-то класс. В давних пор я начала пить спирулину. Сколько он тонн, водоросли. Здесь 750 мг в одной капсуле. И нужно выпивать 4 капсулы в день сразу во время еды. Очень классные рекомендации. Очищает организм. Улучшает состояние волос, кожи, иммунитета. И вообще, жизнь прекрасна после этих ампул. Очень много положительных отзывов. И говорят, что это лекарство от всех бед, якобы. Но не знаю. Девчонки, я начала пить. И вижу разницу, что у меня с кишечником нормализуются дела. Действительно нормализуются. Потому что у меня вечные проблемы. Не буду говорить с чем. Но вот, по крайней мере, пока мне вот в этом вот эти капсулы помогают. Они зеленого цвета и с таким запахом, знаете, рыбки. Если вы настолько брезгливая, что не сможете, лучше не заказывайте. Потому что я, в принципе, могу проглотить все, что угодно. Я такой человек. Поэтому то, что они там с рыбым запахом, меня вообще не пугает. Ой, как я вам хотела показать летом этот чай. Извините, пожалуйста. Хотя я думаю, что сейчас зимой тоже будет очень актуально. Потому что это лимон джинджер ти. Потрясающий аромат. И здесь полкилограмма чая. Здесь очень классный микс. И если у вас большая семья, либо вы каждый день пьете чай, вам очень нужен чай, вы любите чай, закажите, потому что очень выгодно. Здесь аж полкилограмма классного органического чая. Лимон, имбирь, чай. Что касается чая, обожаю обычный зеленый чай со вкусом манго. И все время его показываю. Простите, девчонки. Но ничего не могу с собой поделать. Это ничем не примечательный, обыкновенный чай. Там никакой особой пользы нет. Но он настолько вкусный. Если вы любите манго, да и вообще любите зеленый чай, любите чай ароматный, без химозного какого-то привкуса, вот этот чай с ароматом манго – это сказка. Если ваш ребенок любит чипсы, как и мой ребенок, но вы не хотите, чтобы он ел чипсы, загляните на iHerb. Все-таки он будет есть чипсы, но лучше пусть с iHerb ест чипсы, чем наши магазины, там какие-нибудь Lays, там Pringles и так далее. Вот в этих чипсах нет ничего плохого. Они органические, без ешек, без химии и так далее. Они очень полезненькие, в принципе, хотя, может быть, они очень полезненькие в плане хотя бы не вредные. Дети наши любят чипсы кириешки, то, что хрустит, то, что солененькое и хрустит сине-фиолетовое, потому что из такой кукурузы они сделали, а не кукурузный. Я сейчас одну съем. А, нет, я почистила зубы, простите. А, я хочу чипсы. Но там еще есть. Вон, они. Вот сарик иногда хрупкая, с удовольствием. Там, кстати, на сайте, вы можете посмотреть, есть не только черный. Там есть очень много разных чипсов. Очень много. Такие, которые не вредные и полезные, там, не полезные, в общем, не вредные хотя бы. Закончились все продукты. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Пишите ваши комментарии, с удовольствием почитаю. Скоро увидимся. Я стараюсь чаще снимать. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы не подписаны. Прокомментировать, поддержать меня лайками. Мне всегда приятно. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok